Ну вот, мы переходим к такой странной области. Настолько странной, что мы должны даже поменять, может быть, впервые за 20 лет, поменять способ проведения семинара, потому что мы переходим к поведению. К поведению, не к опознанию, понимаешь, мы познанием до сих пор. От восприятия до мечты, а теперь мы переходим к поведению. Область совершенно невероятная. Ты непривычная, я... Ты не пугался. Ну, в самом деле, есть восприятие... Я с плечу, рассмотрю на Булата, да? Вот я с плечу, рассмотрю на Булата, это что? Это поведение. То есть, есть восприятие. То есть, есть и восприятие. Восприятие никогда не денешься, мы все время воспринимаем. Но с плечом, смотрю на Булата, это поведение. То есть, есть разница между восприятием и поведением. И вопрос, что такое поведение само по себе в отличие от восприятия, это самостоятельный вопрос. Классическая философия сразу, говоря о поведении, говорит о нравственности, о... Ну, о таких вещах. А меня интересует, прежде всего, отличие восприятия от поведения. Восповедение от восприятия. То есть, поведение как такового. То есть, тело движения. Я поднимаю руку, что это значит? Это действие. Это тело движения. Оно сопровождается суммой восприятия. Сопротивление воздуха, мускулиное наслаждение. Это восприятие, естественно. От восприятия мы не уходим. Я поднимаю руку, это сумма восприятия. Как внешней, так и внутренней. Но само по себе тело движения еще и тело движения. Вне восприятия. То есть, буквально телесное движение? Буквально телесное движение. Не поступок. Не смысловой сигнал. Не поступок. Нет, 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 нет. Просто тело движения. Просто тело движения. Меня заворожило. Меня заворожило. Это тема, хотя и перепугало. Просто тело движение. Такое введение самого тела как бы. Оно как-то сложно, по-моему, делать с философией. Тело так вот сделать. Ну, у нас с вами есть. Форма есть. А тело? Мысленная форма и телесная форма. Они у нас есть. То есть, телесная форма – это, собственно, тело. Мы вывели в свое время. Тело есть. Есть и душа. Но тело действует. Тело не только воспринимает. Оно воспринимало, мыслило, делало все, что угодно. Но, собственно, движение. Я поднимаю руки. Я не приветствую. Я не воспринимаю, таким образом, сумму эмоциональных и внешних впечатлений. И впечатление, сопровождающее поднятие руки, мы есть и само поднятие руки. Когда у нас появилось различие мыслей и чувства, мыслящие формы и чувственные формы, то впервые это было тогда, когда чувство было деятельное, а мысль была деятельное, а чувство было пассивное и равно себе. Это было, это различие задалось понятие тела – пассивное и равно себе. Мысль деятельная, мыслящая форма деятельная, чувство – пассивное и равно себе. Но если мы так поймем действие без впечатления, без восприятия, то тело оказывается пустым в решенном восприятии. А так не бывает. Так вроде как не бывает. Я прошу все время задавать мне вопросы, потому что я двигаюсь в области, которая, я говорю, самого не пугает. – Мы обсуждаем. Я всегда давал уже какую-то готовую модель, которую всегда можно было обсуждать, поправлять. все, но она была как бы готовая модель. Сейчас я двигаюсь ощупью. Никогда я вам не предлагал свой ощупь. Всегда предлагал готовый асфальт, до которого мои слезы были уже под асфальтом. Но вот сразу первое различие – это пассивность и активность. То есть восприятие – оно пассивное, а тут какая-то есть активность. И вот если брать классическую философию, она как-то связана с волей. То есть вот телодвижение, какая-то интуиция и активность. Они потом дальше от воли переходили к поведению, в смысле этики, искусства и прочего. Но именно какая-то активность. Просто активность. Я даю определение действия. Мыслящая форма определяет чувственную форму. До сих пор так не было. До сих пор было как-то иначе. Но мыслящая форма определяет чувственную форму вне впечатления. То есть мыслящая форма определяет, чувственная форма становится. Возникает как чувственная форма. Это и есть действие. Мыслящая форма. Мыслящая форма. Восприятие в этом же смысле тоже действие. Восприятие действие при условии ставшей чувственной формы. Еще раз. Чувственная форма восприятия. Когда появляется различие мыслящей и чувственной формы. То чувственная форма как пассивна, так и равна себе. Здесь и в ее пассивности и равна себе мы получаем восприятие. Получаем различие мыслящей и чувственной формы. Здесь чувственная форма тела становится. Мысль, мыслящая форма определяет чувственную форму. Как чувственную форму. Определяет чувственную форму как чувственную форму. Возникает ситуация определения мыслью мыслящей формы. Чувственную форму. Как чувственную форму. Ну вот мы раньше говорили, что тождество, которое берет... Тело как тело. Ну так вот это тождество. Некоторого рода мыслящая форма определяет тождественность чувственной формы. Раньше так говорили. То есть тоже в том смысле определяет. Потому что тождественность чувственной формы, она же не сама по себе взялась. Она взялась как тождество, которое как бы привносит мысленную форму. То есть сквозным образом. Так сейчас определение мыслящей формы, чувственной формы в чем состоит? Состоит в том, что мыслящая форма определяет чувственную форму без восприятия. Как действие. Без восприятия. Раньше мы говорили о том, что мыслящая форма определяет чувственную форму. Чувственная форма равна себе. И возникает восприятие. Возникает ситуация восприятия предмета. А здесь мы говорим об отсутствии восприятия. Поэтому если мы возьмем чувственную форму готовую, то она окажется пустой. Потому что нас интересует не восприятие. Весь интерес заключается в том, что мы воспринимаем действие, определяем действие как действие. Не как действие восприятия, а действие. Просто действие. Действие. Я поднимаю руку. Все. Само поднятие руки, само движение рукой меня интересует. Не то, что обязательно сопровождается, еще раз скажу. Не в том смысле, что я понимаю, что всякое движение телесное сопровождается восприятием. Но меня восприятие не интересует. Меня интересует движение руки. По-моему, это какая-то другая телесная форма. То есть телесная форма восприятия – это одна телесная форма. А телесная форма поднятия руки – это какая-то другая телесная форма. не та же самая да вроде бы та же самая просто здесь то же самое движение которое давало восприятие сейчас оказывается просто движение в абстракции от восприятия просто не очень понятно действую я действую почему у телесной формы есть тело почему у телесной формы материя есть вот это вот непонятно то есть телесная форма вдруг стала как бы телом которое может двигаться ну вот например наш глаз да он мы когда видим мы же не видим сам глаз да глаз как бы в никого рода как бы он как-то спрятан он он непознаваем в своем видении и он как бы почти не присутствует потому что там вижу я а не глаз хотя я могу отдать отчет что это глаз поэтому нельзя сказать что глаз видит глаз есть форма есть но она не присутствует не присутствует совершенно а здесь как а тут получается при движении рукой присутствует рука осознается как движение да в восприятии то есть тело не присутствует мы говорим что оно равно себе но как бы результатом является восприятие а здесь мы говорим о том что становится движение как движение иначе нет поведения вообще нет поведения потому что то есть soil присутствует вся проблема состоят каким образом присутствует тело каким образом присутствует да потому что восприятие, оно не присутствует но тут каким-то образом его присутствуют очень на другая очень кстати да это та же самая форму насосцена в начале другая что-то стало другое. Она пустая? Что она оформляет? В случае восприятия у нас был предмет, который становился форме. Сейчас становится сама форма, но она форма чего? Она форма какого-то предмета? Нет. Почему она форма? Ну, а как ее назвать еще? Думаете, она предмет, да? Она не может быть ничеминым, как форма. Если мы берем ее в становлении как формы, не в старшестве, а в становлении как формы, мы имеем ее в качестве становящейся формы. То есть мы имеем поведение. Мы имеем ситуацию, когда чувственная форма как чувственная форма возникает. Форма чего? Не знаю. Это какая-то пластическая форма. Вот есть пластическое искусство. Это вот что-то другое. Все-таки. В этом случае говорит, что у нас есть кинестетическое чувство. То есть это такое специальное чувство, которое просто нам доставляет ощущение собственного движения и положения тела. Мы, правда, никак больше... Нет, нет. Ощущение движения дает через восприятие. Вот мышечное наслаждение от того, что я там чего-то своим телом сделаю. Или мышечное страдание, если у меня проблемы со здоровьем. Это вот... Это восприятие. Все равно восприятие. Нет, удовольствие и страдание – это да, это точно только восприятие. А он-то говорит о том чувстве, которое просто сопровождает наше движение телесное. Или положение нашего тела. Тоже исключительно телесное. Я просто... Может быть, это даже не чувство. То есть чувство мы исключили. Мы говорим о... О ситуации движения. Вне восприятия. Возможно это разговор? Восприятие движения в исключении восприятия. Потому что всякое движение связано с восприятием, еще раз. Безусловно. И действительно, при этом мы собственное тело не воспринимаем, а воспринимаем те впечатления, которые получены этим самым телом. Само тело, конечно же, здесь не дано. Оно объясняет там то, что мы делаем, но оно само по себе не дано. А здесь мы говорим о данности движения. Интересного движения. Как формы ничего. Не как формы предмета, а как формы... А все равно формы. Называть его предметом нельзя, потому что... Но вот... Я двигаю рукой, я смотрю, это не только восприятие, это еще и жест. Некоторым образом жест. И определение жеста такового. Мыслящая мысль, мыслящая форма определяет собой телесную форму. Не через телесную форму предмета, а определяет собой телесную форму как таковую. Или телесное движение как таковое. Но это уже следующая стадия, да? Это после того, как движение как такового. Потому что жест это просто ведь что-то... Действительно, внесение некоторого смысла в это движение телесное. И Вы же предлагаете поговорить о движении просто как таковом. О движении как таковом, да. Решеным смыслом. Умный вопрос. Такой вот... Молоденец когда он вот лежит, что-то там шевелит руками-ногами... Он полный впечатлений. Он жесткообшись не осознает. Ну вот это движение, оно не целенаправленное, оно хаотичное, такое, случайное. А неважно, хаотичное или случайное, важно понять движение как таковое. Ну, двигаюсь же я. Что младенец, что взрослая, я двигаюсь. И эту ситуацию движения я придет бы понять. Ну вот у Ристотеля есть растительная форма, да, там растения тоже движутся. Например, растительная, животная форма. И животные движутся. Все, что движется, имеет форму. Может быть так сказать, что мыслящая форма не определяет через чувственную форму предмет, а просто осознает саму эту форму. И вот это является условием движения просто как такового. Думал, что я это сказал. Как-то надо говорить о какой-то границе формы. То есть форма должна быть граница, чтобы можно было ее двигать. Так-то по идее форма-то бесконечна. Форма восприятия, она как бы бесконечна, потому она и не представлена. А тут какая-то конечная должна быть форма, которую можно было бы видеть на границе. Ну, конечная это не проблема, но просто видишь, она оказывается пустой. Раз мысль через чувственную форму не определяет предмет, это означает, что чувственная форма пуста. И как тогда в этой чувственной форме обнаружить движение, то есть некоторые изменения? Она же пустая. Я просто не понимаю, какую-то... Может, это скорее пассивная, а не пустая? То только становящаяся чувственная форма может быть поняты в ситуацию, когда она пуста. Только становящаяся. Ставшая уже ерунда. Ставшая, да. Ерунда, она будет пустой. То есть мыслящая форма возвращается к пониманию... Определяет чувственную форму как чувственную форму, это значит, что чувственная форма при этом находится в становлении. Как старшая, она неинтересна. Она не бывает. Это ее не схватить. Как старшая, она сразу же является формой предмета. Да как рукой можно подвигать, если бы не думать о том, что эта форма какая-то как слащенная, как уже готова? Если бы она становилась, как можно становящимся двигать? А почему, собственно, нет? То есть чувственная форма становится предметом, то есть становящимся. А мысль равна себе. Она определяет. Не, ну тело должно иметь границы, определенные очертания, должно иметь там параметры, чтобы я мог им двигать. Чтобы я знал, что движется, что не движется, куда движется, как и прочее. Если каждый раз она будет разная, то как я им двинуто? Я даже не знаю буду, чем можно двигать, чем нельзя. Может мне сердце можно двинуть куда-нибудь в другую сторону, слева направо. Но я же не двигаю сердце, я двигаю руку. Значит я знаю, что сердце двинуть нельзя, а руку можно. То есть есть какая-то граница этой формы, которая определена, четко установлена, а она не меняется. Либо это другая форма, как я говорю, либо если мы все-таки говорим, что это та же самая интересная форма, она как ставшая берется. Не, Влад, ты посмотри с другой стороны. Все движение начиналось с чего? Что мы обнаруживали мысль как определенная, а предмет как становящийся. Предмет становился в форме. Здесь повторяется этот трюк только уже не по отношению к предмету, а по отношению к чувственной форме. Мысль как активная и определенная, схватывая чувственную форму как таковую, изолированная, без того, чтобы через нее определять предмет. Получается то же самое поведение. Чувственная форма есть становление в противоположность мысли, которая есть в определенности и завершенности. Просто становление чувственной формы все-таки тоже все равно сохраняется какое-то. Помимо того, что то, какое то, что придает мыслящий форму. Чистый жест, просто телесные движения, без смысла. Без впечатления. И без смысла. Без смысла, без смысла. А может, наверное, получиться без того, чтобы от этого смысла абстрагироваться сначала? То есть есть какая-то ситуация, когда я, допустим, либо черчу круг на бумаге, осмысленный жест. Понятно, я могу абстрагироваться от этого смысла и схватить чистое движение, чистое телесное движение. Но начать вот с нуля, это как-то не очень понятно. Вы это предлагаете сразу, без абстрагирования от смысла, да, уже готового, как я черчу круг? Да, да, да. Сразу, ни с того, ни с сего, я его длинал, да? Да, да, да. Собственно, движение. Потому что движение, черчевание круга, это, конечно, не собственное движение, это движение, черчевание круга. Здесь кроме круга вообще ничего нет. Движения нет, есть круг. Когда я достаю плод, то меня интересует плод. А вот вопрос в том, могу ли я схватить само движение как бы без плода и без круга просто. Тело движения, оно схватываемое или нет? Или оно схватываемое только через круг? Мое тело движения, это тело движения, ощущения круга. А само тело движения? Без прагматики, без смысла и без впечатлений. Ни плода, ни круга, просто ничего. А само тело движение, черчевание круга – это одно, а тело движение – это другое. Это половое. Как нам поймать тело движение как тело движения? Почему нет? Почему нет? Есть завершенность, а чувственная форма есть становление. Это ведь только условие челесного движения, но еще не само движение. Или здесь нет смысла проводить такое различие? Нет, мы говорим об условиях, сейчас мы говорим об условиях. Об условиях. Об условиях. Как мы можем поставить вопрос о тело движения? Можем или не можем? Или мы сразу сказываемся к впечатлению или к цели? Нет, раз мы до сих пор, мы же всегда сознавали чувственную форму, просто она была всегда для нас лишь способом определения предмета. Но поскольку она присутствовала, мы можем попытаться схватить ее как таковую. Как таковую, да, без предметов. Логически здесь все чисто. Без предмета, без круга. Потому что круг – это предмет. С помощью чувственной формы, которая пассивная равна себе, мы мыслящей форме черщим круг. Чувственная форма должна быть становящейся. Итак, мы… Мы говорим, что мыслящая форма определяет чувственную форму как чувственную форму. Этим мы задаем условия понимания движения. Тело движения. Условия понимания тела движения. Движение должно быть становящимся, а мысль должна быть определяющей. Чтобы чувственная форма была определяемой, она должна быть становящейся. Становящаяся чувствная форма может… В самом идее становления чувственной формы мы избавляемся и от смысла, и от впечатления. Это какой-то парадокс формы, которая становится. Это мне непонятно никогда. До сих пор все, что у нас сохранялось – это форма, да? Да, но поэтому мы ее как бы и не знали. Как может форма становиться? Это что такое? Это надо как-то объяснять, потому что пока это какой-то аксюмароль. Не понятно, что такое. Чувственная форма становится. Ну и что это такое? Как форма, неважно, чувственная, вообще может становиться, если у нас всегда становиться предметом. А форма была самодождественной, равна себе. И в этом и вся была идеология. А теперь получается, что есть какая-то форма, которая не равна себе, и непонятно, что это такое. Ну тогда не было поведения. У нас не было поведения. Может быть, будет поведение. То есть действие. Потому что готовая чувственная форма… Ну что, вот если говорить о жести, моя рука, она никуда не становится. Она всегда равна себе. Рука и рука. Это восприятие. И вы руку как руку не знаете. А телодвижение, оно другое? Все движение, оно другое, да. Она становится… Ну, если сказать, действительно становится предметом. Саша прав. Форма чего? И с другой стороны, нельзя избавиться от слова «форма». Потому что тело – это всякое… Ну, хорошо, тело – предмет. предмет в качестве становящегося тела на предмет. И как предмет ему и должно быть становящимся. То есть это какой-то особого рода предмет, да, который нам как-то доступен, да? Которым мы можем управлять. Ну… А через него и всеми другими предметами, да? – По возможности. – Если говорить об отношении мыслящей и чувственной формы, то, с одной стороны, мыслящая форма относится в чувственной форме. Мыслящая форма в чувственной форме, с одной стороны, относится с собой, как с формой. А с другой стороны, относится с именем. Потому что чувственная форма есть чувственная форма. Поскольку мыслящая форма… Чувственная форма есть форма, то мысль в ней соотносится с собой. А с другой стороны, поскольку чувственная форма эмпирична и чувственна, то – сыны. То есть возникает ситуация отношения. Мы различаем отношения между мыслью и телом. Оно оказывается сложным. Что создаёт проблемой? С одной стороны, чувство формы, и поэтому в ней, как в форме, мысли соотносятся с собой. Не видя разница, вообще говоря, между собой и чувством, и телом. Что создаёт другую форму. А с другой стороны, чувство – это эмпирическое, телесное чувство. И в ней мысли не находят себя. Я равно я, и я не равно я. В этом движении, я пытаюсь развить тело. Если мы берём движение в движение, то мы, с одной стороны, в движении находим самого себя, то есть оно формально, оно чисто, а с другой стороны – конкретные эмпиричные. Я равно я, и я не равно я. Этим задаётся опыт познания движения. Опыт познания движения. Что делает мысль? Пытаясь познать чувство. Именно как чувство, не как предмет, не как восприятие, не как значение, а, собственно, как чувство. Оно в этом чувстве обнаруживает, с одной стороны, чистоту формы. Что значит чистота формы? Это значит, что я длинной рукой, я не понимаю это как движение рукой, я понимаю это как просто тело движения. То есть, движение рукой я нахожу собственное движение. Движение как таковое. Тело как таковое. Просто движение. Неважно рукой, ногой, правой рукой, левой рукой, головой, шеей, чем угодно. Я нахожу собственное движение. И в этом собственном движении моя мысль соотносится с собой. То есть, в этом движении, движение рукой я равно я. Плевать мне, что рукой, хоть бы и ногой. Это тело движения как таковое. Это движение. И в этом движении я обнаруживаю ситуацию отношения с собой. Я отношусь с собой. Я отношусь с собой. Но есть какие-то болезни психические, где как бы тело воспринимается как чужое. Я как я, а тело чужое. А второе замечание касается того, существует же проблема, вот Декарт поставил, что субстанция мыслящая, субстанция протяжённая, как-то трудно их сочленить. А у нас так получается, что вроде никак сочленяется и, слава Богу, и работают вместе. Они... Когда форма соотносятся с формой проблемы, то и как раз нет. А вот когда вот дальше идёт, уже возникает проблема. Собственно, телесная субстанция как таковая, она... Декарт не додумал две стороны проблемы. Он думал, что есть чистая мысль и есть эмпирическое тело. Он вообще-то как бы не задумывался, на самом деле, о движении как такового. Но, говоря о душе и теле, ну, очень трудно сравнивать, что у Декарта тело, это восприятие. Конечно, восприятие, или что это. Понимал ли он Аристотеля, что тело нам не дано как тело восприятие? Душа и тело... Как он поставил вопрос? Как-то... Ну, по-дурацки поставил вопрос. Тело как тело, восприятие нам не дано. Ты говоришь, что восприятие, то отношение души и тела не ставится. Вдруг разговор о душе и теле. Что это такое? Что за разговор? Совершенно не Зелосовский разговор. В Декарта подобраться очень приходится. Душа и тело, ну, что такое тело? Подумай, посмотри, ну, что такое тело? Нет, тело нет. Тело как своё тело, конечно, в Декарта отсутствует. Именно отсюда у него все эти анекдотичные парадоксы, что он вселенский может отличить автомат от собственного тела. Потому что вот это вот тело, оно ровно такое же, как стол. Оно равным образом мне не дано. Или если уж оно дано, то абсолютно идентичным способом. Поэтому... В начале шестого размышления вроде есть. Все-таки, мне кажется, какие-то попытки написать своё тело. Да? Да. Не помню совершенно. Ну, если мы их современные философики... Так, решать тело как сам. Тело автомат. Опять, всё тоже автоматическое тело, чего-то. Ну, вы для него от Декарта ушли. Чем хуже, да, для всех. Ладно. Вечные проблемы. Это не ладно, вернёмся. Значит, если развиваешь, что мысль... Пытающаяся... То есть, соотносящаяся с чувством как таковым... В этом выделении чувства как такового... Поскольку чувственная форма... Есть тоже форма. Это означает, что мысль соотносится отчасти с собой. В этом выделенном чувстве. Но поскольку чувственная форма есть отношение не с собой, а с другим... То что из этого вытекает? Мне напрашивается, что тогда... Нет, чувственная форма не есть отношение. Мыслящая форма есть отношение. Либо в чувстве она соотносится с собой, либо в чувстве же она соотносится с собой. Это задаёт ситуацию. Либо в чувстве соотносится с собой, либо в чувстве же соотносится с иным. В чувстве с собой, поскольку чувство есть чистое движение, что рукой, что ногой. Просто движение, движение как таковое. Но когда я это выделил в чувстве, мне стало интересно. Либо мыслящая форма соотносится с чувством как с иным, потому что чувство вовсе не есть чистое движение. Это движение рукой, отнюдь не ногой. Движение вверх, отнюдь не вниз. А всё-таки вот нога, на самом деле, рука, или, например, глаз и ухо, это всё-таки как-то вот даже телесность что-то разное. Это одинаковое. Глазу тоже можно смотреть, а можно двигать. Да, глаза можно двигать. Да. И все можно. Носу можно нюхать, а можно двигать. Поэтому берём и глаз, и нос, и ухо, и руку как движение, а осень и как восприятие. Не как форма впечатления, а как движение. Я на вас смотрю и причурившись, я смотрю, но с другой стороны я действую. Покосившись у нас, просто раскрыв глаза на вас. Движение, впечатление, не только впечатление. И мы пытаемся взять движение как движение. Беря движение как движение, мы находим в нём две стороны. Одна сторона заключается в том, что это движение как таковое, чистое движение. просто движение. В Марсе это абстрактный труд, кажется. Труд, как, собственно, трата энергии. Просто движение. А с другой стороны это конкретное, эмпирическое движение именно правой рукой вверх. Поскольку это чистое движение, то мысли соотносятся в чувстве в теле с собой. Не видно разницы между мыслью и чувством. Это с одной стороны. А с другой стороны мысли соотносятся с чувством как с иным. Потому что это эмпирическое, конкретное движение руки. Правой руки вверх. То есть это отношение с иным должно также выразиться и в чувстве. То есть это должно быть какая-то часть тела. То есть она должна быть отграничена от прочих. В общем, она должна быть в суде. Она же эмпирична. Или конкретна. Что еще нужно делать. Правая рука от этого не делает отдельное движение. Она просто движение правой рукой. Движение правой рукой заключается на две стороны. С одной стороны я движение руки соотношусь с собой. Ну, я мысль, я мысль, я мысль, я мысль, я мысль, я мысль, я формул, я есть я. Я соотношусь с собой. И возникает ситуация я есть я. А другой стороны это... Как получается? Есть ситуация я двигаю рукой, но я не есть движение рукой. Вот проблема интересная, так оно и есть на самом деле, я двигаю рукой-то, казалось бы, очевидно, что я двигаю рукой. Откуда мне это очевидно? Ну, так или иначе, мне очевидно, что я двигаю рукой, но я не есть движение руки, мне движение руки абсолютно не равно, это я чем занимаюсь это? Ну понятно, это объясняется вот этим отличием отношения с собой и отношения с собой? Совершенно, поскольку я отношусь в движении с собой, я понимаю, почему я понимаю, что я двигаю рукой, потому что я есть я в этом движении, я есть я, я двигаю рукой, я уверен, что я двигаю рукой, почему? А непроизвольное движение, где непонятно, тело само движется и что-то делает там, и тут вообще меня нет. Вот у вас руки в карман, неужели вы засунули руки в карман? Тело засунуло, зачем-то и все? Ладно вам было, а вы говорите. Если бы ты иголкой ткнул Олега Михайловича, то еще это был бы более-менее пример. Ну непроизвольное движение разных много вообще, а так. Вот сейчас, например, было опять непроизвольное движение. Ну что? Не, ну к тому говорю, что у вас сейчас любое движение произвольно, потому что мысль, она ведь намеренно делает движение. Но только те движения, которые есть движение, то есть не рефлекторные движения, не подергивание века, не отдергивание руки. Любое. Я так понял, что сейчас мы хотим любое тело движение. Вот Анатолий говорил, что ребенок там как-то своими конечностями там это двигает, да? Любое тело движение. Это означает, что произвольное тело движение понятно. Возможно, как вот так оно и есть, что я двигаю своим телом, а они произвольные. Кто двигает? Про непроизвольное все сказано в физиологии. Там и, что там, раздражение, импульс происходит от одного участка к другому. Да как там философии-то как бы непроизвольное движение? Так нет там никакой философии в физиологии. Но мы же хотим любое движение описать. Чтобы любое движение укладывало в схему. А почему любое-то? Ну вот это вот так было сказано. Это был некорректный пример Анатолия и все. Мы говорили о сознательном движении, конечно. То есть все-таки поведение, да? Вот изначально это было на поведение, а осознательное. Бывает несознательное поведение. Это интересный вопрос. Да, бывает. На самом деле мы можем… Это как? Я плохо делал себя во сне? Неосознанное движение – это впечатление. Нет, неосознанное движение – мы, тело, не осознательное. Это свои впечатления. Если бы меня ущипнули, я бы так правильно. Я бы осознал щипок, а вовсе не прижок. А так? Да, и прижок было бы как бы всего лишь впечатление от ущипка. Все нормально было. Мы сейчас пытаемся поймать движение как движение без впечатлений. А неосознанное движение – это… Тело вообще не осознает, как тело, при восприятии слабо. Любого впечатления его бы действует так. Наверное. 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 Наверное, что так, но мне кажется, что на суде движение все равно впечатлений. То есть, как бы ни получилось, если наши любые движения будут именно движения мыслячей формы, то тогда все тело станет мыслью. Потому что, собственно, активность, вся активность тела – это будет активность мыслей. Как раз, как раз, замечательность то тело – быть самим собой, пап. И как бы противодействие всякого рода мышления, там, которое навязывает ей как бы свои формы. Но мы не можем нормально двигаться без… То есть, мы говорим о осознанном движении. Да, но я согласен, что движение… Все-таки мы же делаем движение волевые, да, какие-то там, намеренные движения. И Богу, да. И Богу, да. Как-то это можем? Мы умеем это делать? Мы умеем это делать. И поскольку мы умеем это делать, мы различаем в этом движении. Во-первых, я равно я, во-вторых, я не равно я. Это интересно. Видит Бог. Это интересно. Что движение мы находим в две стороны. То есть, мысль в теле, в движении тела, оно равно две стороны. С одной стороны – это движение как таковое, и тогда я равно я. Либо движение как эмпирическое, конкретное движение, и правой рукой, и вверх, и прочее. И в этом я не равно я. Понимаете, я равно я – поди, подберись. Потому что я равно я – это, слава Богу, великий для каждого. Это покоящийся, покоящийся самосознание. Я равно я к телу не иметь ни малейшего отношения. Это мысль, мысль еще и себя. Я равно я – это мысль, мысль еще и себя. Поэтому, когда мы в движении обнаруживаем, в движении ручкой, рукой, мы обнаруживаем я равно я, то это, по крайней мере, странно. Я равно я – это мысль, мысль еще и себя. Философия – это слишком известно. И это чистый покой. Это познание самого себя, когит и эргосум. Сначала дубит и эргосум, то есть мы вообще выключаем тело. На фиг. А в результате когита эргосум, то есть мысль, мысль еще и себя. Поэтому, когда я говорю сейчас о том, что движение рукой, мы находим… Я равно яд, я имею в виду когита. Меньше всего я имею в виду дубит и когита. Я говорю о том, что мысль, определяя тело, в самом определении тела находит аспект, в сторону, в котором само определение тела… Не двигаю рукой – нет, я равно я. Начинаю двигать рукой – возникает я равно я. То есть я как бы в определении тела создаю эту ситуацию – я равно я. Я определяю ее как чистое движение, и тем самым определяю я равно ее. Я мысль двигаю, и поскольку я двигаю, я создаю ситуацию – я равно я. как аспект этого движения. Я двигаю, и в этом движении выделяю аспект, который выглядит так. Вот так. Я равно ее. То есть это аспект. Как целая ситуация, он не существует. Это было безумие. Чистые движения ни рукой, ни ногой, ни шеей, ни головой, а просто движение тела – нервная. Только кашпект. Но кашпект – это задает ситуацию, где телесное движение ничем не отличается от мысли. То есть мысли соотношится телом, как самим собой. поскольку движет, поскольку создает ситуацию – я равно я. Без движения – это невозможно. Я всегда говорил, что мы как только доберемся до рефлексии, так сразу разойдемся. Рефлексия нам противопоказана. Тут я говорю «я равно я», но совсем уже в другом смысле. Такой рефлексия тут нет. Но рефлексия в смысле заседание нам. Заседание, да. Здесь мы сталкиваемся «я равно я» в совершенно другом смысле. В том смысле, что движение рукой имеет аспект собственного движения, в котором мысль движущая – я. И поскольку она движущая – я, она соотносится со мной. А с другой стороны, мысли соотносятся с движением с иным, потому что я понимаю, что я движущий рукой, но я не есть движение рукой. Вот решительно – я не есть движение рукой. Хотя чем не занимаюсь – я двигаю рукой. Я не есть движение рукой. Это второй аспект движения. Два аспекта движения. Первый аспект – я двигаю рукой. Поскольку в движении рукой я соотношусь с собой. Только поэтому я понимаю, что я двигаю рукой. Только поэтому я понимаю, что я двигаю рукой, поскольку я в движении рукой соотношусь с собой. Иначе мне никогда не казалось, что я двигаю рукой. Никакая машина, ничего такого, то есть странно было, что была машина, ничего не соответствует. А люди говорят, например, с костылем ходят, что они так управляются, но когда научаются ходить, что для них костыль, как уже, условно говоря, как рука или нога там. То есть протез точно таким же становится предметом, как когда-то, допустим, рука или нога, которая там исчезла. Ну да, мы можем и в предмете быть я равно я, то есть орудийно им пользоваться, но тем не менее понимать, что это не я. То есть эта орудийность по отношению к нашему телу, она продолжается дальше, орудийность и предмет. То есть хороший мастер, допустим, который забивает там, условно говоря, молотком гвозди, он молотком управляется как своей рукой, да, для него ударяет там, чуть-чуть тоньше ударить с наклоном там, это для него естественно, это искусство. То есть он уже молоток, для него это продолжение руки. И он точно так же в этом молотке я равно я, и одновременно понимает, что он не молоток. Ну и так далее, вплоть до искусства и прочего. Ну прекрасно было здесь, какие-то зараженные. То есть молоток двигаю и я, но я не есть молоток. Нет, получается, что тело здесь не является чем-то особенным, что получается весь мир тела, то есть мы все, к чему мы подключаем наше тело, может стать точно так же продолжением нашего тела. То есть есть у нас какое-то наше тело, в котором мы ежедневно находимся, да, а есть как бы все остальное продолжение, руль, да, там, какие-то помощи, стулья, столы, вся орудийность, она вместе с нами, как наше тело. Почему здесь тело выделяется? Ну, а результат и говорит, тело это орудие, орудие. Ну, и ладно. То есть форма форма получается, да? Форма форма, да. И ладно, та же логика, по-моему, та же логика. Когда я двигаю рукой, во-первых, с одной стороны я двигаю рукой, а с другой стороны я не езжу, Женя, рукой. Когда я рукой забиваю воду, то с одной стороны я двигаю молотком, а с другой стороны я отлюбил, не езжу молотком. Это то, что правильное развитие ситуации я вижу здесь. Ну, это я с маленькой отсылкой к рейдингеру, так что там здесь что-то такое есть. Так, реклама, можно, чтобы я это лучше понял? Значит, что получается, что в этом, в отнесенности мыслящей формы, чувственной форме, мысль обнаруживает отношения с собой. Тем самым, во-первых, равенство с собой, во-вторых, это же равенство является условием чистоты движения, что это просто некоторое движение. С другой стороны, поскольку в этой же чувственной форме мысль относится с иным, это является основанием, опять-таки, сразу двух вещей. Отличие меня самого от моего движения, хотя ничего, кроме движения, по сути дела, и нет, и конкретность этого телесного движения. То есть, что это именно рука, голова, ухо и все такое прочее. А почему двух вещей я не услышал? Еще раз, что? Почему двух вещей я не услышал? Потому что все время думаю о банке пива, которую у меня в сумке. Можно я пиво? А вы поговорите, да. В общем, у меня нет мысли. А вы опять не сосредоточитесь на том, что я говорил. Нет, нет, давайте. Так, Артон, мысль движет телом, или все-таки тело движет мысль? Взять пиво-то. Нет, такого вопроса вроде бы нет. Это шутка. Смотрите, Олег Михайлович, просто, каких двух вещей? Я считаю, что оба момента, мысль, относящаяся в чувственной форме, обнаруживающая и отношение с собой, и отношение с иным, это первая двойственность. Но каждый из элементов этой двойственности имеет два следствия, на мой взгляд. О, этого я не... Ну... 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 Ну, смотрите. То, что я равен себе. У этого, первое следствие из этого состоит в том, что движение, мое телесное движение, чистое. То есть это просто некоторое изменение, некоторое становление, безотносительно того, что движется и что становится. Угу. С другой стороны, этот же момент является основанием отличия меня самого от моего движения. Ну, это просто первое различие, вы говорите о первом различии. Чистое движение, движение эмпиричное. Это первое различие. А то, что в каждом из них есть еще какие-то моменты, я не услышал. Еще раз, подожди, одно дело чистое движение телесное, другое дело равенство мыслящей формы, то есть отношение мыслящей формы к себе. Я равно я. Это ведь разные обстоятельства, нет? Разные, да. Разные. Но они оба являются следствием того, что мысль в чувственной форме соотносится с собой. И с собой, и с иным. Ну, и с собой, и с иным. Полностью ситуация в том, что и с собой, и с иным. Угу. Но из отношения с собой следует то, что это чистое движение и отличие меня самого от моего движения. Да. Вот. Без того, что в чувственной форме мысль соотношится с иным, тоже, на мой взгляд, два следствия. Это основание для эмпиричности движения. Что это просто какое-то конкретное телесное движение. Что именно рука, что именно ухо. Да, 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 это было уже, да. В фундаментальном различии это и было. Это чистое движение, это конкретное движение. В конкретном движении, вы говорите, есть два аспекта. Какие? Что-то я уже потерял. А можно какого-то замещения сделать? Разве мы не обсуждаем простую вещь, что я причина телодвижения. То есть есть я, да, причина телодвижения, но, естественно, если я причина чего-то, да, то это что-то иное, да, телодвижение. Когда-то мы же тоже так же восприятие обсуждали, что я причина восприятия, да. И вообще обсуждали я как причина. Да. Но сейчас просто у нас я является причиной телодвижения. И отсюда все следствия, как бы, действительно, что с одной стороны я равно я, поскольку я и остается я. А с другой стороны она причина чего-то иного, телодвижения. В чем проблема-то? Это же простая, как бы, расшифровка простой фразы, что я остается причиной телодвижения. И все наши обсуждения по поводу того, что как я является причиной, мы обсуждали я является причиной самого себя, да. А здесь я является причиной иного, то есть телодвижения. Оно сохраняет себя, как я, с одной стороны, а с другой стороны является причиной иного. Да. Это расшифровка ситуации, что я являюсь причиной себя как тела. То, что мы в этом обстоятельстве, в том, что я причина собственного тела, находим – два момента, два аспекта. То есть сама мысль обнаруживают в движении тела два аспекта. Этим создается интрига. Так, подумаешь, вот есть я, вот я сижу, я двигаю рукой, я субъект, так сказать, вот я хозяин, я двигаю рукой. Всё. Это всё, что мы знаем, на самом деле. Вот есть я, который двигает рукой. Мысль Семера здесь понимает интересное единство, да? То есть я – это тело, да? Я двигаю рукой. Да. Я – тело, да? Но оказывается, что… Нет, я – мысль, почему я – тело. Тело, я – единство. Конечно, тело. Я равен себе в движении тела. Я не пропадаю в теле. Тоже все тело. В качестве тела. Но, понимаете, если в движении тела мысль соотносится с собой, то, не знаю, можно ли сказать, что «знай себя как тело». Он соотносится с собой, но думает, что оно тело. Как так? Как начать? Ты не приходила волну. Не, но если я отождествляю себя с телом, то это какая-то еще мысль, которая требующая обсуждения. Таким образом, я является, как сказано, единственным там, да? В смысле того, что она является мыслью, да? Это понятно. А каким образом является единственным в смысле тела – это уже, по крайней мере, не так ясно. Хоть эмпирически, наверное, мы это ежедневно на себе испытываем, но как это… Это физически нужно объяснить? Ну, «я есть тело» – так можно сказать. Понимаете, если мы это понимаем, что в теле я соотношусь с собой. Можно сказать, «вести тело». То есть, если в молотке мы соотносим с собой, значит, я есть молоток, можно сказать. Так что? Ну, с другой стороны, я не ежедневно. Понимаете, это два аспекта. Я есть тело, мыслим, лишь как аспект. Когда рядом, совсем рядом. Обязательно другой аспект. Я не ежедневно. Я не ежедневно. У меня вопрос есть. Вот что-то как-то про молоток… Хороший, не знаю… там строитель. Молоток является единственным продолжением. Но когда-то этот молоток был для него точно таким же, ну, как бы, чужим инструментом. Он не умел им пользоваться. Он им овладел, и молоток стал частью его. Может быть, и мысль, ну, как бы, овладевает телом, и только после этого овладевания он это тело рассматривает, ну, как бы, как свою часть. И поскольку изначально это тело было отчужденным, то мысль, естественно, как бы, ну, не является телом. Вот так вот. Понятно? Ну, то есть, Анатолий все… Тело не может быть отчужденным. Молоток может. А тело не может быть отчужденным. Нет ситуации отчужденных тела. Не, Анатолий просто имеет эту всю ситуацию ребенка там и так далее, что когда-то мы не могли ни мыслить там, ни управлять телом. Нет. Все о генезисе каком-то. Мы можем, действительно, не мыслить, что мы говорили сегодня, можем не осознавать движение тела, но это другая история. А так, вообще-то, ну, я единство души и тело. Значит, все-таки не получается, да? Нет. Аналогия молотка и тела, мне кажется, невозможной. Молотком мы овладеваем, телом нет. Тогда почему в движении мысль все-таки отличает себя от движения? Хотя, может быть, да. Может быть, да. Может быть, вы правы. Почему мысль отличает себя от движения? Понимаете, мы о чем говорим? Овладевание тела – это ситуация, когда мы придаем телу цель и смысл. Поэтому, когда вы говорите о овладении телом, наверное, это правильно. Наверное, человек, по мере обстоятельств, ну, действительно, я вам скажу, то владею телом, то не владею телом, какой-нибудь там танцор, актер, владею телом куда лучше, чем я, там, я стану танцором, я владею телом, владею своим телом. Все-все так. То есть тело и молоток, ну, я не прав. Тело и молоток схоже. Вот. Но мы сейчас говорим о движении как… Овладение телом – это придание телу смысла и цели. А мы что говорим? О движении вообще. То есть мы говорим в том числе о том движении, которое позволит владеть молотком. То есть об условии вот этим самым подручным, орудийным и всем прочим. А мы говорим о движении как таковом. Вне цели и смысла. И вот в этом движении как таковом мы находим два аспекта, две стороны. Движение как таковое. Дуральское слово пришло на ум. Самодвижение. Движение, в котором я соотношусь с собой. Движение, в котором я понимаю, что я двигаю рукой. И второй аспект – я не есть движение рукой. Это эмпирическое движение, особенно ко мне, не имеет никакого отношения. Никак не раскрывает меня. Это неожиданно, потому что… За что же карманников-то сажают? Они говорят, рука не моя. Кто говорит? Ну, карманников сажают, да. Рука-то не их, не его рука. Может начать философски. Ну подумайте, рука ведь не моя. Я есть я. Рука – это иное. Она что-то делает. Я за вами отвечаю. Нет, а вот как раз видите, в ситуации, что я отвечаю, я, конечно, приятно объяснять девушке, что ты делаешь себе под юбку, что я тут ни при чем, рука сама. Но мы говорим о другой ситуации, когда я отвечаю. Я не отказываюсь от субъектности. Но моя субъектность имеет две стороны. С одной стороны, очевидно, что я двигаю рукой. С другой стороны, очевидно, что движение рукой – это не капельки не я. Я не есть я. Я есть я и я не есть я. Это ситуация движения как такового вне восприятия, вне впечатления и вне смысла. Ничего не означает. Я не говорю о том, что это означает, моя движение рукой. Это движение рукой. Но в нем есть два момента. Два разных момента. Один момент – это равенство себе. Другой момент – неравенство себе. Это моменты движения, еще раз. Мыслящая форма, то есть я задаю движение рукой. И в этом задавании, задавании, то есть я действую рукой, я движу рукой. В этом движении рукой я задаю две разные ситуации. Ситуацию то, где то есть ситуация различия. Казалось бы, движение рукой. Чего тут? Чего тут? Классическая философия с самого начала исходит из прагматики, из смысла. Не бывает движение рукой, бывает нравственное движение рукой, безнравственное движение рукой. Классическая философия – только так. Сразу страсти? Сразу, да. Бывает. Вопрос – зачем ты двигаешь рукой? Чтобы достать плод. Да, есть прагматика, есть страсть, есть нравственность. А мы сейчас говорим о другом, о движении как таковом. Это совсем другая история. Никакой образом меня не интересует – нравственно, безнравственно, страстно, бесстрастно, с целью, без цели, круг, не круг, плод, не плод. Говорю, в самом движении запрещено вот эта вот оппозиция – тождество и различие. Еще раз, я, безусловно, уверен, что именно я двигаю рукой, никто иной, как я. Но я не есть движение рукой. Это интуиция, с которой трудно не согласиться, но она, верно, находит объяснение, которое нужно объяснить. Я не есть движение правой рукой вверх. Никоим образом. Как же относятся эти аспекты? Давайте в аспект. Я есть я – это ситуация тождества. Движение правой руки – это ситуация становления. То есть, понимаете, предметом в некотором смысле является… Предметом в некотором смысле является… Тело. Поскольку оно подпадает под определение предмета, становящегося предметом. Моя рука становится в движении. И в то же время я равен себе в движении рукой. То есть, первое первое первоначальное – чистое движение. Почему оно первое? Потому что равно себе. Почему эмпирическое движение рукой вторичное? Потому что становится. Почему первично я равно я? Потому что равно себе. То есть, я задаю движением ситуацию равенства себе, и я задаю движением ситуацию неравенства себе. Во втором смысле – мое движение рукой – становление как движение рукой. То есть, у этих аспектов есть иерархия. У этих аспектов есть иерархия. Есть первичность и вторичность. Мы выделяем два аспекта, казалось бы, одинаковых. Я двигаю рукой, но я не есть движение рукой. Прекрасно. Но то, что я двигаю рукой первее… То, что я двигаю рукой первее, нежели движение рукой, которому я не соответствую. Оно раньше и прежде, логически, разумеется, все это одновременно происходит. Но логически я впервее, нежели моя рука. В движение рукой. Возникает какая-то… Вы знаете, я сегодня изложу все, что я придумал за лето. В следующий раз не с чем встречаться, я больше ничего не придумал. И это так тяжело удалось, что я… Ну, осенью и зимой легче двигаться. Не, ну, можно потом подробно все обсудить. Вопросы-то есть. Хорошо. Но на самом деле я все, что… Как на духу, знаете, как… Владенец на молитве, все… Ну, это будем считать введением вопросов. А дальше начнется, как мы умеем… А мы не умеем. Мы умеем только, если что-то на подночь есть, представлять местами. Не знаю, если сегодня изложу все… Ну, я, тем не менее… Я… Все равно скажу, там… Не думая о завтрашнем дне. Ну, а то помру и… И не успею. Хотя больше сказать нечего, кроме того, что сегодня скажу. Чего тут только нет. Есть субъект «Я». Есть «Я», которое движется рукой. Есть же мысль, которая первична по отношению к движению рукой. Даже по отношению к чистому движению рукой мысль первична как причина. То есть есть «Я» как источник движения. Мыслящая форма как источник движения. Есть в этом движении аспект, который… Первый аспект, который первее у второго. Первый аспект, который первее у второго. «Я» равно «Я» первее, чем рука, которая движется. Ну, логический педагогий, как всегда. Да, я же оговорился, что не по времени. По времени просто движение рукой и всё. Всё сразу, всё вместе. Есть «Я», который движет. Есть «Я», который движет. Я, который в… Прежде… Значит, есть первое «Я», которое прежде всякого движения. «Я». Потому что движение есть «Я», которое движет. И движение есть движение рукой, которое не есть «Я». «Я». Три. В последовательности три звена. В последовательности три звена. В последовательности три звена. Есть «Я», который вообще движет. «Я». Есть «Я», который движет рукой в этом движении, равен себе. А первое и второе разве не совпадают? Они же все в движении, равен себе. А первое и второе разве не совпадают? Они же все в движении. все равно обнадушиваются. Ну, если мы говорим о… Олег Пикалович, мы уже почти час двадцать отмираем. Может, все-таки сильно перенесем? Давайте перенесем. Нет, я скажу ситуацию. Давайте, да. Потому что я уже признал, что я сегодня все, что знаю, то… Надо держать слово. Да, надо держать слово. Есть «Я» как причина движения. Я движусь. Разумеется, что движение «Я» не отличается от движения. Логически-то «Я». Есть «Я», который… «Я» равно «Я» как аспект движения. И «Я» где «Я» не равно «Я». «Я» – причина этого, а «Я» – причина этого. Если мы говорим, что в двух аспектах одно первое и другого, то мы говорим так, что «Это» – причина этого, а «Это» вместе. «Я» – причина, «Я» – разумеется. Чудовищная структура. Вы головой, да, противник? А? Вот такой вид, как будто вы перенесли. Нет, у меня конъюнктивит просто на один глаз. А-а-а. И у меня от света немножко слезится. То есть сложность поступка такова. «Есть «Я», которой причина – «Я» равно «Я». «Я» равно «Я», которой есть причина – «Я» не равно «Я». Очень неожиданно. Всего лишь движение рукой. Движение как движение. А еще раз – без смысла и без цели. Но имеет совершенно сумасшедшую структуру. Если говорить о «Я» равно «Я», то это скорее «Я» – субъект движения. Хозяин. Из меня никакого, ничего больше бы не было. Но я в качестве совершающего движения тоже субъект. Потому что обо мне говорится, что я двигаю правой рукой, двигаю правой рукой. Не левой и не ногой, а правой рукой. Здесь вопрос. Можно ли говорить о том, что мое движение «Е» оказывается в ситуации субъектно-предитатом? «Я» равно «Я» и говорю об этом отношении. Не об этом отношении. «Я» – причина двух моментов. Один из моментов важнее – первее. «Я» двигаю рукой важнее первее, нежели то, что движется рука. «То, что движется именно рука, именно правая рука, именно вверх, относится и…» Вот здесь попадаем в область догадок. «Является ли это отношение этого к этому?» «Является ли отношение субъектно-предитатным?» Потому что вроде бы мы попадаем в ситуацию «Я» равно «Я» – субъект. Не источник, просто «Я» – вот оно, «Я» – мы уже забыли. Сейчас говорим об этом и этом. Является ли «Я» равно «Я» субъектом, а то, что я двигаю правой рукой, моя правая рука движущаяся, и является ли тем, о том, что говорится о субъекте? Тогда, если это правда, тогда жест получает смысл высказывания. «Я не двигаю правой рукой». «Я говорю, что я двигаю правой рукой». «Теが Homer' – я говорю, что двигаю правой рукой», «Я говорю, что двигаю правой рукой». Тогда интересно, чем приветствовать кого-то. а мины когда двигаются и там все понятно что они говорят они говорят со значением естественно они говорят со значением они приветствуют они а я двигаю правой рукой я говорю что правой рукой если это отношение этого к этому субъекту практикатно если вдруг это отношение субъекта практикатно то двигая правой рукой тем самым как бы устанавливаю мысль что я двигаю правой рукой все но это уже это уже становится наделением смысла это уже становится жестом смысле вот подачи какого-то знака сигнал нет никакого я не приветствую я сообщаю что двигаю правой рукой я просто тогда я не понимаю как это может быть такое высказывание которое не несет никакого смысла ну совсем она несет смысл я двигаю правой рукой завершить потому что сейчас 30 сейчас только